МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К исполнению поручений президента приступили в Ненецком округе. Вопрос оптимизации расходов на содержание государственных служащих обсудили на заседании рабочей группы «Общество и власть. Прямой диалог» регионального отделения Общероссийского народного фронта. Алина Вучийская продолжит тему. Сокращение штатной численности работников в нынешних экономических условиях коснулось едва ли не каждого предприятия в нашей стране. Большое внимание уделяется и сокращению армии чиновников. В Ненецком округе в том числе. Впрочем, не все представители власти готовы идти на такие меры. В город администрации, например, ситуация и вовсе близка к абсурду. Вопрос сокращения расходов содержания чиновников в Ненецком округе из повестки фронтовиков не исчезал на протяжении всего 2015 года. На заседаниях рабочей группы «Общество и власть. Прямой диалог» тема оптимизации среди госслужащих стала одной из самых обсуждаемых. Еще в 2015 году по итогам совещаний фронтовики вынесли соответствующие рекомендации органам власти региона. В нынешнее время этот вопрос, наверное, наиболее актуален. В принципе, он актуален, на самом деле, всегда, потому что вопрос то, сколько государства, сколько налогоплательщики тратят на чиновников, на содержание власти, это всегда вопрос важный. И он, наверное, и будет, и будет еще всегда и важным, потому что этот вопрос всегда существовал и будет существовать. А в нынешних реалиях, в нынешней экономической ситуации, которая находится в России, он приобретает еще большую актуальность. И мы решили провести рабочую группу для того, чтобы все-таки разобраться и понять, как чиновники, насколько они соптимизировались, насколько они сокращают расходы на содержание. По мнению экспертов УНФ, к началу 2016 года требования эти были выполнены частично. Этот факт вызвал необходимость запросить у чиновников сведения о штатной численности сотрудников на начало прошлого и текущего года увеличение фонда оплаты труда, остатки денежных средств на зарплату муниципальных служащих на конец 2015 года. Из доклада, исполняющего обязанности руководителя аппарата администрации региона, стало понятно, что в 2015 году окружная администрация перешла на департаментную систему. Это привело к сокращению органов исполнительной власти от 23 к 14. Кроме того, в администрации региона сократилось количество госслужащих, относящихся к категории руководителей. Если до реформы департаментов у нас был каждый четвертый относился 25%, перечислялись к категории руководителей, то с переходом на департаментную систему 19%. В настоящее время губернаторам округа поставили задачу по оптимизации численности государственных служащих. Как это будет происходить? По каким направлениям? Во-первых, переводятся определенные должности государственных гражданских служащих в число не госслужащих. Об оптимизации также читались окружные парламентарии, заполярный район и мэрия. Последняя, кстати, возглавила рейтинг самосохранения чиновников, который был составлен фронтовиками. Решение о передаче полномочий в сфере образования из мэрии в округ было принято еще в сентябре 2014 года, когда был принят 95-й окружной закон. Мэр города Татьяна Федорова тогда попросила отсрочку исполнения этого закона. Как она объяснила для того, чтобы подготовиться и качественно провести передачу полномочий. Окружные власти пошли навстречу и дали время до 1 января 2016 года. Впрочем, вовремя мероприятия по передаче полномочий и сокращению работников выполнены не были. Я считаю, что бездействия мэра города по осуществлению вовремя мероприятий, связанных с передачей полномочий, повлекут дополнительные расходы из городского бюджета на зарплату работникам. Потому что вовремя их не предупредили об увольнении. Уволить сейчас их можно только по истечении двух месяцев. Уведомления работники управления образования получили в конце декабря. Поэтому сейчас им придется платить зарплату практически еще два месяца. 16 городских управленцев в сфере молодежной политики, образования и спорта и ныне продолжают работать и получать зарплату. А по сути просто просиживать штаны и получать за это деньги. А ведь проведи мэр города все необходимые кадровые изменения вовремя, городской казне удалось бы сэкономить не один миллион рублей. Только на выплату выходного пособия придется потратить порядка 11 миллионов рублей. Еще порядка 6-7 миллионов уйдут на зарплату, которую будут выплачивать два месяца. Эта ситуация вызвала большой резонанс среди жителей. Люди возмущены. Стоит ли сократить средства на содержание аппарата городских чиновников? Однозначно, конечно, да. Потому что слишком много. Сокращают и режут рабочих лошадей. А оставляют один с ложкой, а сзади... Не по заслугам, потому что получают. Что такого они для округа делают, чтобы такие зарплаты получать. И доплаты всякие. И доплаты. А зачем им содержать эти дубли, решили организации какие-то? Как вы считаете, стоит ли сократить средства на содержание чиновников из мэрии? Вообще выгнать всех надо. Стоит ли сократить средства на содержание чиновников из мэрии? Ну, конечно. А почему? А потому. Пенсию сравнить и их заработки. И вам зарплату добавите. Ходите по разной погоде. Если говорить о самом процессе реорганизации системы образования в Наринмаре, то он происходит в штатном режиме, заявила руководитель департамента образования, культуры и спорта Галина Медведева. Между тем, волнующее педагогическое общество вопросы, связанные с передачей полномочий и организационные моменты, обсудили на встрече руководители школ детских садов с департаментом образования Ненецкого округа. Самые тяжелые моменты позади. Уже зарегистрированы уставы школ, идет работа по открытии счетов в казначействе, подготовка документов для переоформления лицензии на образовательную деятельность. Финансирование школ будет выполнено в полном объеме. Часть средств уже получил детский сад «Кораблик». Заведующая садиком Светлана Плотникова говорит, что это заслуга всех участников образовательного перехода. Ожидали, конечно, более длительных сроков оформления документов, но сработали очень быстро. Детские сады, я считаю, все в городе сейчас работают в штатном режиме. Сотрудники практически не ощутили никакой нервозности, волнения, потому что при переходе нам очень большую помощь оказали департамент, налоговая очень быстро сработала, я имею в виду, с документами. Работаем в штатном режиме, заработная плата, все считаем, выплатим. А планы на будущее будут все так, как запланировано, да? Я думаю, что будет еще лучше. О слаженности процесса говорят и директора городских школ. Все идет в плановом порядке, никаких задержек в заработной плате не предвидится. Отработали в бухгалтерии и администрации очень хорошо. Отработало, наверное, управление образованием округа тоже очень четко и правильно. И мы вошли, так сказать, в государственное учреждение практически без потери, без каких-то затрат материальных и моральных в том числе. На качестве это никак не отразится, потому что все, что мы запланировали, мы исполнили. Учителя отреагировали на этот переход спокойно, с пониманием. Теперь, когда система образования находится в одних руках и представляет собой одну семью, городские школы и сады могут тесно взаимодействовать с поселковыми коллегами, делиться с ними интересными методическими разработками, сценариями, опытом в научно-техническом творчестве. Как проходит процесс передачи образовательных учреждений города в ведении округа, в интервью нашему телеканалу рассказала заместитель губернатора, руководитель департамента образования, культуры и спорта Неницкого округа Галина Медведева. С 1 января мы приняли городские образовательные учреждения всех типов и идет в спокойном режиме все. За первую неделю мы все уставы отработали, то есть мы получили уже зарегистрированные в налоговой инспекции. Затем казначейство точно так же очень быстро сработало достаточно. На сегодняшний день открыты счета в образовательных организациях. В части образовательных организаций уже началось финансирование, то есть мы перечисляем. Они получают ЭЦП, ну для того, чтобы могли производить определенные финансовые операции. Кроме того, завершается и процесс сегодня подписания соглашений о выделении субсидий. И финансирование оно и сегодня идет, и вот с 25-го оно пойдет в плановом режиме по всем учреждениям. До учреждений сегодня доведено, когда им будут идти поступления. И прежде всего, это, конечно же, первая часть заработной платы, которую они будут выплачивать. То есть задерживаются по заработке? Ну, задержек от нас нет. Я думаю, что и очень быстро сработают и сами школы по перечислению этих средств. Начисление проведено. Это первая часть заработной платы, да. Поэтому достаточно быстро должно все пройти. А повлиял этот процесс передачи на качество работы школы, так скажем? Ну, это, наверное, только на качество работы директоров и, главное, бухгалтеров, да. Потому что у них действительно объем увеличился, и нужно было все делать очень не просто быстро, а делать надо было очень качественно. Если некачественно сделаешь тебе, то в одном месте не примут, то в другом, да. Поэтому здесь было очень четко сработано ими. А учебный процесс, он как начался, пошел в штатном режиме. Сбоев в учебно-образовательном процессе нет. Школа работает по своим нормативам, да. Школа работает по своему расписанию, по своим штатным, как они определяли. Мы провели на сегодняшний день консультации со всеми директорами школ пока, да. Дальше мы пойдем по детским садам. Цель наша основная – познакомиться, что представляет из себя школа, какая у нее действует программа развития, на что нацелена школа, какие у нее есть перспективы, задачи, предположим, да, что они видят в будущем, это первое. Ну и второе, они принесли и свои, кроме штатных расписаний, еще и положение об оплате труда. Для того, чтобы посмотреть, есть ли большая, небольшая разница, потому что мы все равно должны с сентября, да, мы говорим, переходить на единую систему оплаты труда. Это же понятно, да, в любой точке единого субъекта должна быть единая система образования, единая система культуры, ну и единая система оплаты труда. Несомненно, а уж в одной-то отрасли тем более. Поэтому вот сейчас, как только пройдет, в феврале мы начинаем смотреть эти положения сами, отрабатывать, ну и дальше будем отрабатывать со школами. Мы то, что мы едим. А кушаем мы в Наринмаре продукты, мягко сказать, которые зачастую далеки от совершенства. И речь здесь не о том, что они абсолютно все плохого качества, а о том, что местные продавцы зачастую пренебрегают соблюдением сроков хранения товаров и выставляют на прилавке просроченную продукцию. Причем это относится не только к овощам и фруктам, но и к молочке и заморозке, у которой, кстати, тоже есть свой срок годности. Наш корреспондент Любовь Пермякова отправилась в рейд по торговым точкам и попыталась понять, в чем прелесть продажи того, чего уже и продуктом-то назвать нельзя. Вот это у нас хурма. Поверни ее, ну вот так, прямо по пути, да. Плесень. Сок. Да, сок. А вот здесь, да. Так, здесь она у нас, подожди, стоит 183. И рядом лежит вид поприличнее, стоит 178 и подешевле 178. Такие вот продукты для наринмарских магазинов не редкость. Причем продают их, как в этом случае, по цене даже выше той, что указано на товар, пригодный к употреблению. Хотя контроль за качеством продаваемой продукции – одна из основных задач продавцов, заведующих отделом и самих руководителей торговых фирм. Согласно правилам торговли, если у товара заканчивается срок годности, то этот товар подлежит уценке. Соблюдается ли это правило в наших местных магазинах, мы сейчас проверим. Берем, да, цыплят, бройлер, значит, упакован на 22.07.15, срок годности заканчивается. У нас через 6 месяцев, здравствуйте, у нас есть разрешение на съемку. Скажите, пожалуйста, вот лежит у нас бройлер, а цену, можно цену, да, узнать? Все цены вот здесь написаны. Да, да. А вот смотрите, завтра у нас заканчивается срок годности, да, а вот уценки, наверное, я так понимаю, что нет. Бройлер, ну-ка давайте посмотрим. А покажите мне, пожалуйста, где вот этот вот бройлер, бройлер. А в том разрешил снимать. А мы вообще имеем право снимать, мы средство массовой информации. Как мы не пытались увидеть цену на товар, у которого через день заканчивается срок хранения, в наименованиях на холодильном оборудовании его не было, поэтому идем узнавать стоимость кассе. Можете, да, по штрих-коду? Сколько стоит? За килограмм 200 рублей. Там уже упаковку узнать за килограмм. Да, да. А упаковка сколько стоит? А вы уценку не делаете, да, когда проходит срок годности, заканчивается, нет? Уценку, да, делаю, что это товароведа. Получается, что за каждой уценкой наринмарским покупателям необходимо идти к товароведу. Но ведь на деле это не так. В крупных торговых сетях, столичных магазинах, продуктам, у которых истекает срок годности, подходит совсем по-другому. Ну, получается, там написано на продукте, допустим, предположим, до 15-го числа, до 14-го числа этого товара уже, в принципе, на полке быть не должно. Он может находиться, но до 12-ти часов это не более. Стараемся все-таки заранее это выявить и снять товар такой данный. Что касается распродаж и подходящих сроков годности, у нас, получается, за неделю уже можно акции заводить. То есть для распродажи также можно и раньше. Если акцию завели, не распродались, то за сутки товар снимается. Проверяется он у нас ежедневно, то есть еженочно, в принципе, потому что работает и ночная смена, то есть и днем, и ночью. А если обратиться к закону, то товары с истекшим сроком годности в обязательном порядке изымаются с прилавка. И хранение и продажа расцениваются как преступление. Самое суровое наказание за него – лишение свободы на срок до двух лет. Об этом гласит часть 1 статьи 238 Уголовного кодекса России. Сколько таких испорченных продуктов лежит на полках магазинов, для нас остается загадкой. А довольны ли качеством продуктов покупатели, нам удалось узнать. Как качество продуктов? Если честно, не очень. А что конкретно вас не устраивает? Часто бывают просроченные продукты в магазинах. А вот в каких? Можете, пожалуйста, конкретно назвать? Да вы всех покупали. А что конкретно вы встречали? Сыр, сливочное масло, молочные продукты, кефир. Но это все привозное местное, просроченных не бывает. В коробке стоит, там яйца, и там некоторые не были всякие, грязные. Битые. И битые. Ну, я же хожу, выбираю, белые не беру. Ну, вообще вы их видели? Видел, конечно. Особенно овощи бывают плохие. Ну, качество-то устраивает? Цены не устраивает. Дороговато, конечно. Испорченных продуктов вы не встречали на полках? Ну, так. Что-то не обращал внимания. Ну, попадалось, попадалось. Просто я уже не сдавал, домой приносил, подкрывал. Ну, что, нести обратно. Качество, конечно, не очень хорошее. Но цены, конечно, очень высокие. Нам, пенсионерам, купить трудно. Иной раз зайдем в магазин, посмотрим и обратно уходим. В борьбу за соотношение цена-качество может вступить каждый из нас. Просто не надо оставаться равнодушными и бороться за свои права всеми доступными способами. О качестве товаров на прилавках наших магазинов и о том, что делать, если это качество потребителей не устраивает, мы говорили в студии с главным специалистом-экспертом Управления Роспотребнадзора по Ненецкому округу Ириной Валейской. Жалуются часто, но чаще всего устно и по телефону. Я хочу напомнить нашим зрителям, что согласно 59-го федерального закона о порядке рассмотрения граждан в Российской Федерации, это заявление принимается в письменной форме. Значит, у Роспотребнадзора нет полномочий проводить проверку по звонку. За 2015 год поступило 211 обращений от граждан. 105 из них — это консультации устные, это не жалобы. А 94 жалобы в письменном виде. И из них 25 на ненадлежащего качества продукты. Значит, по этим жалобам были проведены проверки, факты подтвердились, и виновные лица, наказанные в административное наказание, понесли. Если вы купили продукт, пришли домой, открыли и внимательно посмотрели, что не соответствует качеству, запах неприятный, или увидели, что срок уже прошел, конечно, ваше право сходить обратно в магазин, и продавец обязан вам вернуть деньги за этот товар. Но некоторые люди ленятся, тем самым поощряют продавцов недобросовестных, потому что денежки, которые мы уплатили за некачественный товар, остается в кармане у продавца. Поэтому можно желательно сфотографировать, если вы в магазине что-то увидели с истекшим сроком хранения, или условия хранения не соблюдаются, посмотреть, сколько градусов на упаковке написано условия хранения, предусмотренные изготовителем, и в холодильнике, например, посмотреть, кисломолочные продукты лежат. Или вы купили товар, а он, когда вскрыли, поняли, что он испорчен. Желательно сфотографировать, написать жалобу в письменном виде, или прийти лично обращаться по адресу авиаторов 7, где находится управление Роспотребнадзора. В свободной форме можно это написать. Можно дома, или обратиться за помощью к нам. или отправить электронной почтой. Форма электронного обращения на сайте имеется. Фотографию, не только одну фотографию, но еще и саму жалобу. Где? Обязательно указать, какого числа это происходило, фамилия, имя, отчество обратившегося, потому что анонимные заявления не рассматриваются. В каком магазине, кому он принадлежит, по какому адресу. И на этом все. Вы смотрели итоги недели. Посмотреть все новости вы также можете и на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова